Это Вести Утро Карачаева, Черкесия. Студия Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью 0,5. Днем плюс 10-15. В горах местами плюс 15-20. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 13-15 тепла. Магазин «Поиск» с 14 по 17 апреля радует своих клиентов грандиозными скидками и дарит беспроцентную рассрочку на всю бытовую технику и электронные товары. Кроме того, суперцены на встраиваемую технику, а также ликвидация товара по 50% скидке. Смотрите репортаж. Если вы давно задумывались над покупкой бытовой техники или электроники, то в выборе вам поможет магазин «Поиск». Тем более сегодня и по 17 апреля включительно, придя в магазин лишь с паспортом, можно выбрать любой понравившийся товар в рассрочку абсолютно без переплаты. А опытные консультанты в этом непременно помогут. У нас в магазине действует акция «Щедрая рассрочка». То есть на любой товар беспроцентная рассрочка. То есть ни переплат, ни процентов, ничего не будет. Стоит товар 50 тысяч, вы отдаёте 50 тысяч за 10 месяцев. Также у нас действует акция «Скидка на комплект». То есть при покупке встраиваемой техники на второй товар скидка 50%. Также до 17 апреля у нас акция будет на технику «Хайр». Там 10, 20, 30%. Будет зависеть от количества товара в чеке. Поэтому ждём вас в магазине «Поиск». В Черкесске по улице Ленина, 179, магазин «Поиск» ждёт с богатым ассортиментом товаров, беспроцентной рассрочкой и грандиозными скидками. Альбина Курочинова-Кенжева, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Весна вступила в свои права. Настала пора прогулок и интересного досуга. Куда сходить и что посмотреть в свободное время. А сейчас время нашей рубрики «Афиша». Я подготовила для вас подборку картин и мероприятий, которые сейчас актуальны. Приятного просмотра. В картиной галереи Черкеска проходит экспозиция «Жившие сказки». На выставке представлены театрализованные сюжеты из народных и авторских сказок мира. Приключения Буратино, Репка, Золушка, Винни-Пух, Конёк-Горбунок, Морозка, Красная Шапочка, Аленький Цветочек, Волшебная Лампа-Аладдина. Экспозиция состоит из 23 фигур на фоне пейзажей театрального освещения, объёмной сказочной декорации и бутафории. Фигуры выполнены в натуральную величину. Видимые части тела изготовлены из воска, по цвету максимально приближенных к цвету человеческой кожи. А те, кто заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе, в читальном зале библиотеки для слабовидящих проходит экспозиция, на которой представлена литература, раскрывающая основные компоненты здорового образа жизни. Законы правильного питания, способы восстановления организма после ковида, при стрессах и депрессиях, рецепты из журналов, схемы формирования привычек здорового образа жизни. И о кино. На большой экран вышла зарубежная картина «Три мушкетёра д'Артаньян» от Лувра до Букингенского дворца, от трущоб Парижа до осады Ларашили. В королевстве, разобчённом религиозными войнами и угрозой британского вторжения, прославленные мушкетёры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции. Российская премьера «Я хочу, я буду» повествует о девушке Нади, которая решает в один момент кардинально изменить свою жизнь и бросить вызов стереотипам, навязанным ей окружением. Попадая в неловкие ситуации, Наде предстоит отстоять право быть собой и обрести долгожданное счастье. Ну а для юных зрителей отечественный кинематограф подготовил мультик «Коты Эрмитажа». Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мариса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять своего друга Мариса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна маленькая слабость. Марис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества «Монализа», сгрызть которую – мечта всех мышей. Но никто не подозревает, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала. Надеюсь, моя подборка была для вас полезной. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. В 14.30 смотрите «Вести» с Мадиной Лайпановой. Удачного начала недели и до встречи в эфире. Продолжение следует...